В четверг в нашей родной филармонии на презентации Клой Весина можно будет услышать Марию Мировскую. Также это можно будет сделать в пятницу. Филармония будет посвящением Мусоргскому. Сегодня Мария Мировская пианистка у нас в гостях. Знакомьтесь, доброе утро. Доброе утро. Приедут из до нас 715-77-07. Кстати, то, что вы сейчас слышите, это как раз в исполнении Марии Мировской. Мария, ну, во-первых, вы хриковчанка. Во-вторых, вы уже не первый раз приезжаете в наш город. Вы каждый раз с концертами, вы каждый раз приезжаете с каким-то новым чувством? Или это уже все такое устоявшееся? Мои чувства каждый раз совершенно новые и от раза в разу прекраснее. Потому что я приезжаю и вижу свою родную филармонию, замечательный оркестр под управлением маэстро Юрия Янко, который с каждым годом приобретает все какие-то новые краски. И что еще меня поражает, это то, что с каждым годом очень-очень много уделяется со стороны городских властей, со стороны губернатора Харьковской области, внимание к классической музыке. Это поразительно. Я езжу, бываю во многих регионах России и Украины. И, в общем, это, можно сказать, если не беспрецедентно, то ревчайший случай. Ведь в филармонии закупаются новые инструменты. И делается все для того, чтобы филармония работала, работала прекрасно, чтобы музыканты раскрылись полностью. И вот сейчас как раз будет приобретен клавесин, на котором завтра будет концерт. Поэтому я могу сказать, что мои чувства просто совершенно радостные. Большой опыт игры на клавесине? Знаете, опыт может быть небольшой, потому что все-таки я больше играю на рояле, но на клавесине мне приходилось играть. И этот инструмент, конечно, как его называют дедушка или прадедушка, в рояле. И он сам по себе очень интересен. Там совершенно другой принцип игры, чем на рояле. Потому что на рояле звук извлекается прикосновением молоточка к струне. Не люблю слово «удар». Да, но вот как бы прикосновение возникает на языке физики с помощью удара. А ключочек прикасается к клавесиновой струне с помощью щепка. И вот это очень интересно. И звук совершенно, совершенно получается разный. И качество звука, и характер звука. И поэтому тем трепетнее, тем мне оболнительнее играть теперь в Харьковской филармонии. Не только на рояле, но и на клавесине. Это замечательно, мне кажется. Но вы на клавесине будете исполнять Баха, да? Баха. Буду исполнять также музыку старинных авторов и до Баховских. И уже после Баха это будет и Моцарт. И вообще какая-то современная музыка на клавесине. Кроме меня там будет еще целый ряд солистов. И я хочу своих коллег тоже поприветствовать. И порадоваться, что вместе со мной будут выступать. Будет выступать Татьяна Веркина, будет выступать Владимир Соряников. И хоры, замечательные хоры Харькова. И, конечно же, оркестр Харьковской филармонии, которую я так люблю. Вам уже удалось испробовать, услышать звук нового клавесина? Да, да. Как, скажите, как вам? Восторг. Восторг. Потому что, во-первых, там есть масса возможностей. Там можно отрегулировать звук по-разному. То есть сделать октавное удвоение, безоктавное удвоение. И те краски, которые эта клавесина дает, прекрасно. Подменяю, я считаю, что это замечательный выбор. Сделать Харьковской филармонии вообще здорово. Потому что столько открывается возможности играть репертуар до фортепиано. Скажем так, потому что фортепиано в современном виде появилось уже ближе к 20 веке. Не в 20 веке, но рояли, которые мы сейчас слышим, большие концерты. Они, в принципе, уже стали делаться в 20 веке. До этого были фортепиано менее звучные. А до них был еще клавесин. И вот это, конечно, интересно, такой респективы увидеть. Кстати, сколько вам нужно времени, чтобы, ну, грубо говоря, подружиться с инструментом? Прибыть. Чтобы, да, его понять полностью. По-разному. 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 Да, конечно. Ну, получается, что каждый раз у меня есть такая замечательная возможность играть на каком-то новом инструменте. В разных городах. Да, да, в разных городах, в разных залах в одном и том же городе. И это всегда интрига, это всегда здорово, потому что чему-то постоянно учишься. И инструменты себя очень многому начинают учить. Как бы в обратную сторону получается контакт, интерактивность такая возникает. И, в общем, зависит все от инструмента, конечно. Но я надеюсь, что такое весе мне позволит сыграть то, что я хочу. И не будет у меня сервис. У многих людей из Советского Союза первый инструмент был пианино «Украина». А у вас какой был первый инструмент? Мне очень повезло. Моя мама приложила колоссальное усилие и сделала так, что я играла на блюдной. И инструмент был замечательный. И, в общем-то, тот звук, та красота, которую он давал, в общем, у меня на всю жизнь остались в ушах. И это прекрасный был инструмент. И, конечно. Кстати, сегодня появилось очень много имитаторов звука. То есть это всевозможные синтезаторы. Многие используют компьютерные обработки. Вот как вы к этому относитесь? Можно ли с помощью имитаторов создать истинный звук все-таки? Вы знаете, как приблизиться можно. И с каждым годом возникают синтезаторы, которые максимально приближаются к так называемому сэмплу. То есть образец звука берется из звука натурального рояля. Он же не выводится, как сказать, химическим способом. Он записывается, когда мы слышим рояль акустический. И потом образцы этого звука вписываются в память компьютера. Сейчас замечательных результатов добилась, допустим, японская фирма Roland, которая вписала в каждый звук своего фортепианового инструмента, такого, скажем, электронного рояля, до 100 модификаций одного и того же звука. Поэтому это позволяет делать очень многие вещи. И на самом деле я считаю, что для занятий домашних это лучший вариант, потому что рояль очень страдает от пианистов. Как говорят, пианистов к роялю не допускают, потому что они сразу же своими занятиями, конечно, изнашивают инструмент. А для домашнего музыкального, почему бы и нет? Я отношусь в любом случае к этому положительно. Как мы относимся все к интернету? Это что-то неизбежное, почему надо как-то привыкнуть и что-то почерпнуть хорошее. Есть совсем такие простенькие образцы, которые, может быть, не очень хорошо дают возможность привыкнуть к качеству звука. Качество звука совсем другое. То есть все-таки классический музыкант прогресс не отрицает? Нет, безусловно нет, потому что более того, мы от этого прогресса зависим. Есть залы, где, допустим, нет возможности держать акустический инструмент по тем или иным, допустим, климатическим соображениям, и тогда, в общем, электронный рояль, который привозят и увозят, как, в общем, такая достойная замена, почему бы и нет? Вам доводилось, да? Да, да, да. Мария, у меня такой вопрос. А к чему стремится состоявшийся пианист? Вот им уже интересны различные конкурсы. Вот к чему? К виртозности игры, к сложности произведений, к наиболее сложным произведениям? Вы знаете, ну, конечно, сложности повышать надо обязательно, я считаю, что это совершенно верно, но не только, на самом деле, к сложности, потому что с каждым годом совершенно меняются какие-то предпочтения в том, что хочется играть. И фортепиано-музыки столько, что я не страдаю от, вернее, от недостатка репертуара, и очень много чего хочется сыграть, и в 20 веке много замечательной музыки. Вот недавно у меня был концерт из пьес Буслау Мартину, его практически не играют, фортепиано именно, его пьесы практически не играют в Москве, вот там, где я живу. И мне интересно, не захотелось, кстати, благодаря интернету, в общем, нашлись пультеторы, и захотелось поиграть и посмотреть, это замечательная музыка. То есть для себя каждый год что-то открываешь, и стремится, на самом деле, есть много к чему, конечно же, и работы очень много. Мы всю жизнь учимся, это наша профессия. Кстати, ваш муж композитор, и вы даже исполняли, да, его пьесы? Да, у него есть концертная пьеса для фортепиано с оркестром, и он и габаист, и композитор, он такой разноторонний личности. И дочь ваша тоже начинает играть. Ну, немножечко, немножечко. Будет когда-то трио? Надеюсь, что да, надеюсь. На это мне очень хотелось, во всяком случае, потому что творческие какие-то, вот, каждодневные отношения как-то переплетаются, на самом деле, в таком романтическом, как бы, не знаю, там, шуманой листу, да, там, герои вседневно становятся героями сказочными, и потом опять возвращается в жизнь. То есть какая-то как романтическая фантазия, почему бы это действительно не сделать, это было бы здорово. Спасибо. Вам есть вопрос от телезрителей, давайте его послушаем. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, Олег Григорьевич. Алло, Мария. Здравствуйте. Алло, меня слышно? Да, вас слышно. Я хотел бы спросить его, где можно вас услышать в Харькове еще? Вот говорите вы хорошо, хотелось бы послушать. Как играете. Спасибо, Олег Григорьевич. Можно будет услышать 8 ноября в концертном зале филармонии будет презентация нового инструмента поясина, который только привезли в Харьков. А 9 ноября будет концерт посвящения Мусоргскому, где прозвучат два речайших цикла Мадреса Петровича Мусоргского, которые называются «Без солнца и песни пляски смерти». Солистка, замечательная сопрано Марина Чиженко, она будет петь эти циклы, я буду там исполнять партию фортепиана, и прозвучат несколько пьес фортепианных сольных Мусоргского. Так что, пожалуйста, приходите, будем очень-очень рады. Мария, еще нам тут сорока на хвосте принесла, что вы даже лекции иногда читаете. Например, это было в случае с Россиней. Вы знаете, ну, как бы... Это не лекция. Всегда вот формат концерта, он бывает разный. На самом деле, вот я, как вы воспитали мои замечательные учителя, я больше всего люблю. Это два отделения классических фортепианных концертов. которые, это не просто пьеса, которую я бы хотела сыграть, а программа, объединенная какой-то одной мыслью, и, ну, как вот, как спектакль. Для нас это всегда как спектакль, для пианистов. Но иногда приходится что-то говорить, я не очень люблю говорить, честно говоря. То есть, подготавливать публику к чему-то? Да, возможно, вот бывает публика, которая замечательно стремится к чему-то, да, и не всегда у нас бывает музыковед, доступный, который может это все рассказать, и тогда зрители сами, после, допустим, нескольких пьес, которые исполнишь, просят, скажите, пожалуйста, расскажите что-нибудь. И вот на том концерте, где вы узнали про Россию, там было так, что я играла пьесы Черковского, и пьесы Листа, и еще каких-то фортепианных композитов, и потом выступали вместе с фултармистом Глебом Карпушкиным, сористом оркестров «Новая Россия» в Москве, и люди очень заинтересовались, то есть не все знали даже, кто такой Россини, и это всегда замечательно, что люди задают такой вопрос, и всегда хочется очень рассказать, поэтому это была импровизированная такая, конечно, лекция, без, что ли, претензий на ученость, на какое-то, знаете, такое глубокие познания музыковические, но, тем не менее, рассказать всегда есть что-то очень много, и если людям это хочется, мы всегда это с удовольствием делаем, я и мои коллеги. А если вдруг на концерте, когда вы будете исполнять мусорского, кто-то попросит, а расскажите что-нибудь про мусорского? Ну, может быть, да, только в конце, поскольку у нас вот этот концерт тоже как спектакль идет, его нельзя прерывать, и, может быть, в конце, что мы ответим с удовольствием, напомню, Марину Чижанку тоже не есть что рассказать. Так что, дорогие харьковчане, вы знаете, что если у вас возникнут вопросы, Мария Мировская сможет на них ответить. Как отвечала сегодня на наши вопросы, я напомню, что еще раз, что у нас в гостях была Мария Мировская, пианистка, которая приехала к нам из Москвы, прошлого харьковчанка. Мы продолжаем, четверг и пятница, филармония вас ждет. Продолжение следует...